Телеканал Надия и Школа Библии представляют На сайт bible.ua поступил вопрос относительно Ветхого Завета, книги Бытие, 3 главы, 21 текста «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их» Богдан спрашивает, следует ли подразумевать, что Господь уже тогда ознакомил Адама и Еву с обрядом жертвоприношения, ведь никаких доказательств этому нет Отвечает доктор богословия и следователь Библии Феликс Понятовский Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об одеждах, которые Господь сделал для Адама и Евы Наши размышления мы будем основывать на тексте, записанном в 3 главе книги Бытие 3 глава книги Бытие, 21 текст «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их» Главный вопрос, над которым мы будем размышлять, это вопрос о том, является ли этот текст указанием на жертвоприношение На первое жертвоприношение, которое было сделано еще в Адамском саду или же нет Но на самом деле вопрос можно сформулировать еще и в более широком плане Дело в том, что в книге «Исход» и в книге «Левит» перечислено очень много постановлений, заповедей, которые касаются жизни израильтян И вот вопрос следующий, были ли эти постановления и заповеди известны до Синая или же в первый раз они появились на Синае Если исследовать книгу Бытие, истории, которая описана в ней, то можно с уверенностью сказать, что практически все законы, которые были даны после, они уже были известны людям Мы можем так уверенно это утверждать, потому что многие из этих законов, они встречаются уже в книге «Бытие» только в косвенном виде Ну, например, давайте посмотрим Закон о чистой и нечистой пище, который был дан в книге «Левит» в 11 главе Указание или аллюзию на этот закон мы встречаем уже в книге «Бытие» в 7 главе Когда Ною было дано повеление о том, чтобы он ввел в ковчег чистых и нечистых животных Или, например, другой закон или постановление о том, что необходимо соблюдать в субботу Указание на этот закон косвенно мы находим в книге «Бытие» во 2 главе Когда сказано, что совершил Бог к седьмому дню все дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал Или, например, закон о левиратском браке Ссылку или указание, аллюзия на левиратский брак мы находим в книге «Бытие» в 38 главе Когда у Иуды умирает один сын, и у него не было детей То восстановить семя умершего брата должен был его младший брат То есть мы видим, что многие из законов, которые были даны после, они встречаются уже в книге «Бытие» А теперь давайте зададим следующий вопрос А что мы можем сказать о законах о жертвоприношениях? Были ли известны законы о жертвоприношениях раньше или нет? И какие жертвы были известны людям? И в первую очередь мы должны сказать о жертве всесожжения Жертва всесожжения впервые упоминается в книге «Бытие» в 8 главе Когда повествуется о том, что Ной вышел из ковчега И 20 текст 8 главы говорит следующее «И устроил Ной жертвенник Господу И взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых И принес во всесожжение на жертвенники» То есть Ной принес жертву всесожжения Впервые указание о том, как должна приноситься жертва всесожжения Описано в книге «Левит» в 1 главе В книге «Левит» во 2 главе говорится об еще одной жертве О жертве хлебной, или этой жертве, которая являлась бескровной жертвой И она также упоминается в книге «Бытие» только в 4 главе Жертву, которую принес Каин Она как раз и названа «Минха» Или бескровная жертва, хлебная жертва Если говорить о Левит 3 главе То в Левит 3 главе описана еще одна жертва И это жертва мирная И вот мирная жертва не упоминается в книге «Бытие» Но она упоминается в книге «Исход» Причем она упоминается еще до того, когда было дано постановление О том, каким образом эта жертва должна приноситься Книга «Исход» 20 глава и 24 текст И здесь в конце 20 главы говорится о том, что Моисей должен сделать жертвенник Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем все сожжения твои и мирные жертвы твои Первый раз, как мы уже отметили, указание о том, как должна была приноситься мирная жертва Дано в книге Левит 3 главе Но указание о том, что они должны уже приноситься Мы встречаем еще раньше в книге «Исход» Поэтому мы можем смело утверждать, что люди знали, как приносить эти жертвы Хотя еще не была описана полностью инструкция о том, как они должны были приноситься То есть инструкции были даны позже, записаны были позже Но люди знали их еще раньше Потом в книге Левит 4 и 5 главах говорится об еще двух жертвах Это жертва повинности и жертва за грех И вот эти жертвы, они не были известны ранее Почему они не были известны ранее? Мы можем утверждать это также с уверенностью Потому что некоторые ритуалы этих жертв требовали существования святилища Дело в том, что кровь этих жертв должна была вноситься во святилище Таким образом, если не было святилища, оно еще не существовало Эта жертва просто не могла быть исполнена Конечно же, у вас может возникнуть вопрос Если не существовало жертвы за грех То каким образом человек мог получить прощение? Ответ на этот вопрос на самом деле прост Дело в том, что жертва всесожжения была достаточно универсальной жертвой Которая приносилась по различным поводам и различным случаям Она также могла функционировать и как жертва за грех Подтверждение этому мы можем найти в книге Иова Давайте прочитаем первую главу этой книги, четвертый и пятый тексты Сыновья его сходили, сделая первые, каждый в своем доме, в свой день И посылали и приглашали трех сестер своих есть и петь с ними Круг пиршественных дней совершался Иов посылал за ними и освящал их А вот далее обратите внимание И вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их Ибо говорил Иов Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем Так делал Иов во все такие дни Итак, мы можем сделать следующий вывод Действительно, многие постановления, которые были записаны в книге Исход и в книге Левит Они были уже известны людям ранее В том числе и постановления о многих жертвах И люди жили согласно этим постановлениям и исполняли их Итак, является ли 21 текст третьей главы книги Бытие указанием на первое жертвоприношение, принесенное еще в Эдеме? Ответ на этот вопрос мы узнаем после короткого перерыва Напоминаю Сегодня мы говорим о 21 тексте третьей главы книги Бытие И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их И главный вопрос, над которым мы размышляем Является ли данный текст указанием на первое жертвоприношение или нет? Давайте попробуем рассмотреть этот текст более детально Данный текст говорит о том, что было убито некоторое животное Потому что для того, чтобы были сделаны кожаные одежды Необходимо, чтобы животное было убито Но текст не говорит о том, какое именно животное было убито в данном случае Еще один важный момент, на который нам необходимо обратить внимание Это вопрос о том, куда делось мясо животного, которое было убито Мы знаем, что Адам и Ева мясо не ели А это значит, что тело этого животного должно было быть либо закопано Либо с ним нужно было сделать что-то еще Логичным было бы предположить, что это была именно жертва Причем жертва всесожжения Я сейчас постараюсь объяснить почему Когда мы читаем книгу Левит, первую главу Которая как раз описывает процедуру перенесения жертвы всесожжения Здесь говорится следующее Что когда закалывается животное в жертву всесожжения С него снимается кожа И потом тело рассекается на части и тело сжигается А кожа не сжигалась Таким образом, если это была жертва всесожжения То кожа из кожи этого животного мог Господь как раз и сделать одежды для Адама и Ева Еще один важный момент, на который хотелось бы обратить внимание Это текст, который записан в книге Левит в 7 главе и 8 стих И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения Кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику Таким образом, если кто-то приносил в Израиле жертву всесожжения То кожа снималась с этой жертвы Само тело животного, оно приносилось во всесожжение А кожа отдавалась священнику на его нужды Этот момент говорит нам о статусе Адама, который он имел после грехопадения И говорит о том, что, скорее всего, Адам был священником в первой семье Именно ему должна была принадлежать кожа этого животного, из которого Господь сделал одежды для первых людей Итак, давайте сделаем некоторый вывод Конечно, 3 глава книги Бытия не говорит нам о том, что это было жертвоприношение Но все детали этой истории как раз указывают, что, скорее всего, это была жертва, причем это была жертва всесожжения Она была принесена за Адама и Еву И в этом жертвоприношении первым людям было открыто Евангелие Ведь, согласно постановлению Бога, Адам должен был умереть за свой грех Мы знаем, что возмездие за грех – смерть Но Адам и Ева не умерли Вместо них умерло животное Таким образом, они могли понять, что однажды должен прийти великий Агнец Божий, Мессия, Спаситель Который умрет за них, для того, чтобы они могли жить Данная история говорит нам о характере Бога Ведь Бог – это Бог любви Это Бог прощения Он не наказал первых людей, но предосмотрел другой план для них И эта история также говорит нам о том, что Бог готов сделать все Для того, чтобы спасти своих заблудших детей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Телеканал Надия и Школа Библии представляют На сайт bible.ua поступил вопрос относительно Ветхого Завета Второй книги Царств, 7 главы, 13 текста Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки Никита спрашивает После Вавилонского плена династия Давида прекратила свое существование Получается, что Бог не исполнил свое обещание Отвечает доктор богословия Исследователь Библии Феликс Понятовский Здравствуйте! Седьмая глава Второй книги Царств является очень важной во всей Библии Потому что в этой главе содержится обетование, данное Давиду и всей его династии Кроме того, эта глава — это своего рода завет, который Господь заключает с Давидом и с его потомками Эта глава имеет очень важное мессианское значение И вообще, наверное, трудно переоценить важность этого обетования, которое Господь дает Давиду И после плена, когда действительно нация, по сути дела, прекратила свое существование Она должна была восстанавливать саму себя Мы понимаем, что для многих евреев это был один из самых важных вопросов Который им необходимо было переосмыслить Как быть с теми обетованиями, которые были даны им еще до плена И одно из самых важных обетований, как раз обетование, которое записано в 7 главе Второй книги Царств Обетование о династии, которая будет длиться до конца, во все дни Итак, давайте сейчас, может быть, более подробно рассмотрим эту главу О чем здесь говорится Глава начинается с того, что Давид, который уже захватил к этому времени Иерусалим И сделал Иерусалим своей столицей И построил в этом городе дом для себя, то есть свой дворец Однажды задумался о том, что неплохо было бы так же построить храм для Господа Потому что в то время ковчег Господен все еще находился в Скинии И тогда Давиду пришла такая идея в голову, что неплохо было бы сделать дом и туда поместить ковчег Божий Он этой идеей делится с пророком Нафаном Пророк Нафан, узнав об этом, конечно же, сразу же все одобрил и сказал царю, что все, что у него есть на сердце, он может делать Но когда ночью пророк Нафан пошел домой, то Господь явился ему и сказал следующее «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания? Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в Шатри и в Скинии Где я не ходил со всеми сынами Израиля? Говорил ли я? Хотя слово кому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля Почему не построите мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду Так говорит Господь Саваоф Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля И был с тобой везде, куда не ходил ты И истребил всех врагов твоих перед лицом твоим И сделал имя твое великим, как имя великих на земле И я устрою место для народа моего, для Израиля И укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем И не будет тревожиться больше И люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем И я успокою тебя от всех врагов твоих И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом Когда же исполнятся дни твои, и ты почерешь с отцами твоими То восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из шресла твоих И упрочу царство его Он построит дом имени моему И я утвержу престол царства его навеки По сути дела, этими словами Господь через пророка Нафана Обращается к Давиду и говорит Давид, посмотри, с того времени, как я дал повеление построить Скинию До сего момента, а это прошло около 500 лет Я ни разу не обращался ни к одному из колен, чтобы они построили мне дом Ни кедровый, ни каменный Другими словами, Бог говорит, это вообще не моя идея Вообще я не очень-то хотел, чтобы мне строили дом И здесь можно понять вообще всю логику, которая стоит за этим На самом деле в постройке храма была некоторая опасность для израильского народа Раньше, когда была только Скиния, она была подвижная И это значит, что присутствие Бога, оно не было привязано к какому-либо определенному месту Теперь же, когда через некоторое время был построен уже храм Получается так, что присутствие Бога, оно было теперь навсегда привязано к Иерусалиму И к храмовой горе И это давало ложную надежду и ложную уверенность для иудеев Потому что немножко позже, когда Навуходоноср пришел со своими войсками и осадил Иерусалим Евреи до конца верили и надеялись, что так как это то место, где обитает Господь То вавилоняне не смогут взять этот город Но они не знали о том, что еще пророку Иезекирю было дано видение Видение славы Господней, которая покидает это место и этот храм Таким образом, Бог хотел показать израильтянам, что на самом деле его нельзя привязать к какому-то месту Нельзя его прибить или привязать цепями к какому-то определенному географическому положению Интересно то, что намного позже, уже во времена второго храма, когда римская армия осаждала Иерусалим Точно такая же ложная уверенность и ложная надежда была у израильтян снова Они также верили, что римляне не смогут взять этот город, потому что в этом городе находится храм Господень То есть они возлагали очень много надежд на храм О значении этого пророчества и о том, что же на самом деле имел в виду Господь Мы узнаем с вами после короткого перерыва Римская армия Напоминаю, сегодня мы говорим о пророчестве, данном Господом Давиду и всем его потомкам Пророчестве о том, что Господь устроил для него непрекращающуюся династию И главный вопрос, который мы задаем сегодня, исполнилось ли это обетование Когда мы говорим об этом пророчестве, о седьмой главе, нам необходимо понимать еще одну важную вещь Дело в том, что в этой главе использована игра слов И эта игра слов состоит в использовании слова «баид» «Баид» в переводе на русский язык можно переводить по-разному А самое первое значение этого слова – это дом То есть «баид» значит дом Также это слово использовано в значении храм То есть «баид Адунай» или «храм Божий» – это другое выражение Дом Божий – это другое выражение для храма И также слово «баид» можно использовать в значении династия То есть «дом Давидов» – это династия Давидова Таким образом, смотрите, что происходит Давид говорит «я хочу построить храм, я хочу построить дом Божий» В ответ ему Господь говорит «нет, не ты будешь мне строить дом Но на самом деле я построю для тебя дом» И здесь он имеет в виду, что он утвердит династию Давида И вот теперь мы приходим к самому важному моменту в этом пророчестве И давайте этот текст зачитаем Это 12 текст Здесь Господь обещает Давиду, что один из его потомков Будет как раз тем, чью династию или чей дом он утвердит И Давид понимает эти слова так, что они относятся к его непосредственно сыну И мы знаем, что в последующем сын Давида, который построил храм Это был Соломон Но на самом деле пророчество не говорит, что это будет сын Непосредственный сын Давида, который должен у него родиться в ближайшем будущем А пророчество говорит по-другому В пророчестве сказано так «И я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресла твоих» И вот это слово «семя» имеет намного большее значение, чем просто твой сын Мы знаем, что семя – это вообще мессианское пророчество В книге Бытие, 3 глава, 15 текст сказано о том, что Господь положит вражду между семенем жены и семенем змеи И это семя указывает на пришествие Мессии Таким образом, давайте попробуем прочитать это пророчество не относительно к сыну Давида, Соломону Но по отношению к Мессии, будущему царю «Когда же исполнятся дни твои, и ты почеешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя» То есть я восставлю Мессию, которая произойдет из чресла твоих и упрочу царство его Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки Если мы прочитаем это пророчество таким образом, тогда все становится очень ясно и понятно Если открыть Евангелие Теана, 2 главу, то здесь, в этом тексте, мы можем увидеть продолжение этой истории Когда однажды Иисус Христос проходил по улицам Иерусалима мимо храма И он увидел этот храм, который построил уже Зарававель, и потом отстраивал Ирод То он сказал, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его И тогда ни ученики, ни иудеи, которые были рядом Иисуса Христа, не поняли Не поняли, о чем он говорил на самом деле Здесь Иисус Христос говорит о храме своего тела Но апостол Павел говорит о том, что храм Господень и тело Христово – это церковь Поэтому тот храм, который строит Иисус Христос – это храм, который состоит из церкви То есть это и есть церковь Таким образом, когда мы говорим об этом пророчестве, то становится понятным, что пророчество имеет два применения Одно относится непосредственно к Соломону и тому храму, который он построил А другое пророчество – это мессианское пророчество, и оно относится к Иисусу Христу И ту династию, которую Господь создал, то есть династию Давидову, она действительно не прекращается Но она не прекращается как раз в Иисусе Христе Итак, мы можем сделать вывод, что действительно все пророчества, которые написаны в Слове Божьем, они исполняются И нет ни одного пророчества, которое бы не сбылось Просто иногда, может быть, ни мы не до конца понимаем тот великий Божий план, который Он создал и который Он исполняет в нашей жизни Но нам нужно доверять И Господь обязательно однажды откроет нам те великие истины и те чудные обетования, которые исполняются в жизни каждого из нас ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Отвечает доктор богословия, исследователь Библии Феликс Понятовский. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о Псалме 81. Давайте его зачитаем. Псалом Асафа. Бог встал в сон. Бог встал в сонме богов. Бог встал в сонме богов. Среди богов произнес суд. Доколе будете его судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым. Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего и сторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят. Все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человеки, и пойдете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Мы знаем, что иудуизм – это строго монотеистическая религия. Очень известный текст, это авторозаконие 6.4, который говорит, «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть». И, конечно, в таком случае возникает вполне логичный вопрос. О каких богах идет речь в этом псалме? Почему Господь обращается к народу, обращается к своей аудитории и говорит, «Вы боги, сыны Всевышнего, все вы». И что это такое сон богов? Разве есть еще какие-то боги, кроме одного Всевышнего Бога? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно в первую очередь обратить внимание на контекст и понять некоторые правила вообще исследования лексического значения слов. Дело в том, что слова на самом деле не всегда означают одно и то же в различных контекстах. Я хотел бы это продемонстрировать на нескольких примерах. Ну, к примеру, мы все знаем, что есть так называемые слова-аммонимы. Самый простой пример, который мы все помним из школы, это слово «коса». Коса может быть девичья коса, коса может быть та коса, которой люди косят траву, например. Или коса – это может быть полоска берега. То есть в различных случаях, хотя слово пишется одинаково, но оно может означать разные вещи. И вот это значение слова мы можем понять только исходя из контекста. Или, например, другой вариант – слово «молодец». Представьте себе такую ситуацию. Кто-то, парень какой-то или девочка в школе получила хорошую оценку по какому-то предмету. Она приносит или он приносит дневник домой. Родители смотрят на эту оценку и говорят «молодец». Но представьте себе другую ситуацию, очень похожую ситуацию на эту, но только наоборот. Например, мальчик разбил чашку. Мама увидела, что он разбил чашку и тоже говорит «молодец». Но она вкладывает в это слово «молодец» совсем противоположное значение. И понять, какое именно значение вложено в это слово, мы можем только тогда, когда мы обратим внимание на контекст. И сейчас давайте обратим внимание на контекст нашего псалма. Псалом 81. И я бы сейчас хотел зачитать его еще один раз. Псалом Асафа. «Бог стал в сонме богов. Среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте. Угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего и сторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят. Все основания земли колеблются. «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего все вы, но вы умрете, как человеки, и пойдете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы». Если исходить из контекста этого псалма или посмотреть, о чем вообще говорит Псалом, то можно сделать очень простой и ясный вывод, что здесь речь не идет о небесных реалиях, но на самом деле речь идет о земных реалиях, потому что только на земле есть бедный и сирота, угнетенный и нищий. Только на земле есть несправедливость, только на земле есть все эти злоупотребления, о которых говорится в этом псалме. Итак, кто же такие эти боги? Об этом мы узнаем после короткой паузы. Сегодня мы говорим о Псалме 81. Это Псалом Асафа. И первые строчки этого псалма говорят следующее. «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд». Наш главный вопрос – это кто такие боги, о которых говорится в этом псалме. Мы уже говорили с вами о том, что только контекст определяет значение слова. В данном случае используются два однокоренных слова, вернее, единственное и множественное число слова «бог». Это слово «эль» и слово «элохим». И вообще-то одно из базовых значений этого слова как раз и есть «бог», либо во множественном числе «боги». Но интересно то, что не всегда это слово используется именно так. Один из таких ярких примеров, когда слово «элохим» используется не только по отношению к Богу, мы можем найти в книге «Исход», 7 глава и здесь первый текст. Если мы откроем книгу «Исход», 7 глава и первый текст, здесь говорится о фараоне и о Моисее. Господь, который посылает Моисея к фараону, говорит ему следующие слова. «Но Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом к фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Конечно же, Моисей не являлся Богом. Но в данном случае, когда Бог остается за сценой и он невидим, а Моисей действует от лица Бога, то Моисей выступает для фараона как Бог. И так как Моисей был косноязычным, то Моисей говорил, а эти слова более ясным языком передавал Аарон. Моисей, как я уже сказал, не был Богом. Таким образом, в данном контексте слово «элохим», которое используется здесь, по отношению к Моисею, но оно не означает Бог, но означает того, кто просто выше, чем фараон, того, кто превосходит других в каких-то своих свойствах и особенностях. А теперь, для того, чтобы понять вообще, о чем этот псалом или кто такие боги, в соответствии с этим псалом, нам также необходимо посмотреть на контекст, о чем говорится здесь. Итак, Господь через Асафа говорит следующее. «Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, и соргайте его из руки нечестивых». Здесь речь идет о судьях. Если посмотреть на устройство общества, каким оно было в древности, то судьи, они всегда обладали авторитетом. Очень часто происходило это следующим образом. У ворот садились знатные люди, старейшины, которые как раз и производили суд. И когда нужно было решить какое-то дело, то все обращались к ним, и они должны были рассудить, кто прав или кто не прав. Примером этого может быть история Руфь, когда Ваос обращается к судьям, которые сидят у ворот, для того, чтобы они вынесли решение по поводу того, кто должен наследовать землю и права Руфи. Потом, в дальнейшем, когда уже мы видим, система общества изменилась, то таким стали князья либо цари. Например, мы все прекрасно помним историю Соломона, который также сидел на судейском месте, и к нему приходили люди для того, чтобы рассудить какие-то свои вопросы. И мы помним тот блестящий ответ, который дал Соломон двум матерям, которые спорили по поводу своего ребенка. И мы видим в данном случае, что контекст ясно указывает нам о том, что боги, о которых идет речь, это как раз и есть судьи, либо князья, те, которые стоят над народом и которые должны произносить правильный суд. Об этом также говорят 6 и 7 тексты. «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человеки, и пойдете, как всякий из князей». То есть, говорится о том, что они все-таки люди, а одни из князей. И дальше псалмопевец говорит следующее. «Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы». Скорее всего, ситуация этого псалма была следующей. Ассав, автор этого псалма, видел несправедливость в народе, видел то, что суд не совершается по правде. И поэтому он призывает Бога и говорит, «Господи, ты восстань, ты будь судьей для этой земли, когда другие этого не делают по правде». Итак, Господь в данном псалме говорит об ответственности всех людей. Особенно тех людей, которые наделены некоторой властью. Тех людей, которые стоят, может быть, выше других в народе и которые ответственны за принятие решений. Но здесь хотелось бы вспомнить еще один текст, который относится не только к таким людям, но и ко всем нам. Его еще по-другому называют «золотым правилом этики». И записан он в шестой главе книги Михея. «О, человек! Сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». И если мы будем поступать так, Господь обязательно благословит всех нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Телеканал «Надия» и Школа Библии представляют На сайт bible.ua поступил вопрос относительно Нового Завета книги Матфея 5 главы 19 текста. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Дмитрий спрашивает, что значит «малейшим наречется»? В Царстве Небесном будет деление на ранги? Отвечает доктор богословия и следователь Библии Феликс Понятовский. Здравствуйте! Действительно, в нашем мире деньги, власть, положение — всё это имеет значение. И, конечно же, возникает вопрос, неужели всё это будет и в Царстве Небесном? Мы знаем, что когда Бог создал людей, Он всех людей создал равными. Данный текст действительно говорит о том, что тот, кто нарушит одну из заповедей, он наречется малейшим в Царстве Небесном. Давайте рассмотрим значение этого текста. Но вначале давайте обратимся к другому тексту, который тоже несколько связан с этим текстом. Это Евангелие от Матфея, 11 глава и 11 текст. Здесь сказано так, и сказано об Иоанне Крестителе. «Истинно говорю вам, из рождённых жёнами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его». Иисус Христос здесь говорит об Иоанне Крестителе и говорит о том, что Иоанн Креститель был самым величайшим из всех пророков, которые были прежде него. И далее Он говорит о том, что даже малейшего в Царстве Небесном Он будет больше, чем Иоанн Креститель. На самом деле здесь не идёт речь о том, кто является больше или кто является меньше в Царстве Небесном. Но что хочет показать Иисус Христос этими словами, это сказать то, что Иоанн Креститель – величайший из всех пророков. Но даже несмотря на это, человек, который попал в Царство Небесном, он будет больше, чем Иоанн Креститель. Таким образом, этот текст не говорит об иерархии в самом Царстве Небесном. Если мы вернёмся к нашему основному тексту, это Евангелие от Матфея, 5 глава и 19 текст, то здесь сказано так. Я зачитаю с 18 текста. Ибо истинно говорю вам, доколе не придёт небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придёт из закона, пока не исполнится всё. И далее Иисус говорит. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречётся в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречётся в Царстве Небесном. Для того, чтобы понять, о чём идёт речь в данном тексте, нам нужно понимать одно. Евангелист Матфей сам по национальности, конечно же, был еврей. И он мыслил по-еврейски, то есть у него был еврейский менталитет. И в данном случае вот эта фраза «малейший» является еврейской идиомой, которую Матфей, Евангелист Матфей, переводит дословно на греческий язык. А потом она уже точно так же дословно была переведена на все наши языки. И тут нам нужно понять вообще, что такое идиома. Идиома – это устойчивое выражение, словосочетание, которое имеет переносное значение. Переводить идиома всегда очень и очень сложно. Ну, к примеру, фраза «бить баклуши». «Баклуша» вообще-то это деревянная такая чурка, которая используется для того, чтобы из нее выдолбить какой-то предмет, например, ложку. Таким образом, «бить баклуши» может означать, если это дословно понимать, то выдолбливать что-то из вот этой деревянной чурки. Но на самом деле «бить баклуши» имеет совсем другое значение. «Бить баклуши» означает «ничего не делать». И если переводить дословно эту фразу на другой язык, то, соответственно, можно потерять ее смысл. Итак, а сейчас давайте обратим внимание на контекст. В данном случае Иисус Христос говорит о важности соблюдения заповедей. Он сам говорит о том, что Он не пришел нарушить заповедь, но исполнить все. И более того, Он говорит, что ни одна йота, ни одна черта не выйдет из закона, пока не исполнится все. Таким образом, конечно же, Христос не имеет в виду, что тот, кто нарушит заповедь и еще и научит точно так же делать других людей, Он может получить какое-то место в Царстве Небесном. Но для того, чтобы понять значение этой фразы, нам нужно обратиться именно к еврейскому языку и посмотреть, что же данная фраза могла означать на еврейском языке. И мы узнаем это после короткой паузы. Напоминаю, сегодня мы говорим о тексте из Евангелия от Матфея, пятая глава, девятнадцатый стих. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Мы уже сказали о том, что за этой фразой, за словом «малейший», скорее всего, стоит еврейская идиома. Мы можем предположить, что, скорее всего, слово, которое использует или имеет в виду Матфея в данном случае, это еврейское слово «каль», которое происходит от глагола «каляль». Глагол «каляль» имеет два значения. Одно значение – быть легким, незначительным, маленьким. И другое значение – это быть проклятым. И сейчас я хотел бы предложить вашему вниманию несколько текстов, где два эти слова используются в различных значениях. Давайте откроем, например, книгу «Бытие», восьмая глава и двадцать первый текст. В данном случае речь идет об Господе, который после потопа говорит о том, что Он не будет больше проклинать землю. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека». Слово «проклинать», которое используется здесь, это как раз и есть этот же глагол «каляль». Если мы перелистнем несколько страниц книги «Бытие», и, например, откроем двенадцатую главу, и прочитаем третий текст, то мы здесь видим такое же подобное использование слова «каляль». «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». То есть в данном случае слово «каляль» также используется в значении «проклинать». Но если, например, мы откроем книгу «Бытие», шестнадцатая глава, и прочитаем четвертый текст, то здесь мы видим использование этого слова, но уже не в значении «проклинать», а в значении «делать маленьким» или «незначительным». Здесь речь идет об Агаре, которая презирала Сару. «Он вошел к Агаре», то есть Авраам вошел к Агаре, и она зачала, увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И слово «презирать», которое используется здесь, это опять же глагол «каляль», который означает «делать маленьким» или «незначительным». То есть в глазах Агаре Сара стала незначительной или маленькой. Можно также рассмотреть несколько других примеров, которые также говорят о подобном использовании этого слова. Если мы, например, откроем книгу «Исход», 18 главу, и прочитаем 22 текст, здесь говорится об Моисеи, вернее, об Иофоре, который дает совет Моисею. 18 глава и 22 текст. «Пусть они судят народ во всякое время, и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя». И вот это слово «легче», которое используется здесь, это опять же производное от того же самого глагола «каляль». Таким образом, глагол «каляль» или производное от него могут означать две вещи. Либо быть проклятым, или проклинать кого-то, либо же быть незначительным, или делать кого-то незначительным и маленьким. Итак, давайте рассмотрим еще один текст, где эта идея иллюстрируется. Это книга «Исход», 21 глава и 17 текст. «Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». Слово «злословит» — это опять тот же самый глагол. И в данном случае мы понимаем, что его можно переводить либо как «тот, кто проклинает отца своего или мать», либо «тот, кто делает отца или мать незначительным». Таким образом, во многих случаях происходит игра слов между словом «малозначище» или «незначительный», или словом «проклятый». Еще один важный пример, который мы можем использовать, это книга пророка Даниила и пятая глава. Очень известное всем место, когда царь Валтасар видел руку, которая на стене писала слова. И слова, которые она написала, это было «мене, мене, текел, упарсин». И вот это слово «текел», которое было написано, это также есть производное от глагола «каляль». И слово «текель» в переводе с арамейского уже означает «ты найден очень легким» или «ты найден незначительным». И второе значение, конечно же, этого слова, то есть «ты найден проклятым» или «наден ничего незначущим». Если говорить об этой идиоме, быть легким, то интересно то, что в еврейском языке есть и другая идиома, которую можно перевести как «быть тяжелым». И она происходит от другого еврейского слова «кавод» или «кават», «кавед». Слово «кавод» на еврейском языке означает «слава» или «быть славным». Другими словами, если человек имеет славу, обладает славой, то этот человек тяжелый, он имеет вес в обществе. И наоборот, если человек легкий, это означает, что он незначительный человек, он проклятый человек, он ничем в обществе не обладает. Итак, давайте подытожим. Евангелист Матфей говорит о том, что тот, кто нарушит заповеди и научит от других, он будет проклятым в Царстве Небесном и в Царство Небесное не войдет. Этот же вывод, он подтверждается и другими текстами Священного Писания. Дело в том, что Библия всегда учит очень ответственно относиться ко всем заповедям и к Слову Божьему. Например, евангелист Иоанн в самой последней книге Библии, книге Откровения, говорит так, что тот, кто прибавит что-то к словам этой книги, на того Бог наложит язвы. А тот, кто отнимет что-то от слов книги пророчества всего, на того Бог отнимет участие в книге «Жизни» и в Святом Граде, и во всем том, что написано в книге «Сей». Таким образом, давайте будем ответственно относиться к заповедям и стараться соблюдать все, о чем говорит Слово Божие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В святое святых мог входить только первосвященник один раз в год. Как там мог находиться Самуил? Отвечает доктор богословия и следователь Библии Феликс Понятовский. Здравствуйте! Вопрос, который мы будем разбирать сегодня, относится к 1 книге Царств 3 глава и 3 текст. Я зачитаю его. «И святильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий». Очень многих людей смущает этот момент. Самуил находился в храме Божьем, причем не просто в храме Божьем, а находился в том месте, где был ковчег Божий. То есть, по другими словами, это святое святых. Для того, чтобы нам разобраться в этом вопросе, давайте вообще попробуем посмотреть и сделать такой небольшой экскурс в историю святилища. Если говорить о святилище, то в первый раз мы встречаемся с этим понятием в книге Исход 25 главе и 8 тексте, где Господь обращается к Моисею и говорит, дает ему повеление, чтобы народ сделал святилище. Я зачитаю этот текст. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». После этого Господь дает точное повеление, каким образом должно было быть устроено святилище, что должно было быть внутри, как оно должно располагаться, что должно было быть снаружи. Если посмотреть на святилище, как оно было устроено, то мы видим, что святилище состояло из двух частей – это святой и святой святых. Вокруг святилища был двор. В принципе, это то было место, где могли служить, где могли находиться только священники. И во святое святых мог входить только первосвященник и только один раз в год. В книге Левит в 10 главе описана история о том, как два сына первосвященника Аарона, Надав и Авиуд, взяв чуждый огонь, вошли во святое святых и были наказаны. После этого Господь обращается к израильтянам и говорит, что не во всякое время можно входить во святое святых, а только один раз в год во время дня очищения или по-другому йом кипура. Святилище было сделано таким образом, что это было переносное сооружение. Таким образом, святилище могло переноситься с места на место. И мы знаем, что в течение истории оно пребывало в различных коленах, и различные люди заботились о нем и служили в этом месте. Если говорить о книге Самуила, то в первой главе, в девятом тексте, сказано о том, что святилище находилось в Силоме, как раз в том месте, где находился первосвященник Илий и его сыновья. И вот здесь необходимо задать такой вопрос. Мог ли кто-то находиться во святом святых в это время? И если посмотреть на контекст этой истории, то очевидно, что отношение к святилищу в этот момент было не самым лучшим. Первая и вторая главы книги и первой книги царств описывают о поведении сыновей первосвященника Илия. И мы видим о том, что их поведение, оно было, честно говоря, не самым лучшим. То есть они нарушали постановления и правила того, каким образом должны были приноситься жертвы. Кроме того, они участвовали во многих других грехах и нехороших вещах, о которых и говорят эти главы. Но теперь еще один интересный момент, на который необходимо обратить внимание. В четвертой главе первой книги царств говорится о том, что началась война между филистимлянами и между израильтянами. И филистимляне начали побеждать. И вот тогда первосвященники, вернее, сыновья первосвященника Илия, Офни и Финейс, они решили прибегнуть, как им казалось, к такому радикальному средству. Они посчитали, что если взять ковчег Божий и принести на поле сражения, то тогда в этом случае победа будет им гарантирована. И они взяли ковчег Божий и принесли на место сражения. Таким образом, мы видим, что для того, чтобы принести ковчег Божий на место сражения, они обязательно должны были войти во святое святых. И это, конечно же, был неемкий пор. И это свидетельствует о том, что отношение к святилищу и к святому святых, оно в то время уже было нарушено. Таким образом, вполне вероятно, что вот эти вот нарушения, они могли объяснить в какой-то мере, почему Самуил находится во святом святых. Однако, на этот вопрос можно найти и другое объяснение, которое в своё время дали Масореты. И с этим объяснением мы познакомимся чуть-чуть позже. Напоминаем, сегодня мы говорим о тексте 1 Царств 3 глава 3 текст. В котором говорится о том, что Самуил лежал во святом святых, то есть в том месте, где находился ковчег Божий. Мы уже говорили о том, что действительно в то время отношение к святилищу и святыням, оно не было правильным. И даже отношения между Богом и людьми, они в какой-то степени были очень сильно разорваны. Сам 1 текст 3 главы говорит следующее. Слово Господне было редко в те дни, и видения были нечасты. И Самуил как раз был и призван быть тем человеком, тем пророком будущим, который должен был наладить эти разорванные взаимоотношения. Но несмотря на это, мы все прекрасно понимаем, что действительно святилище и святое святых — это было особое место, место присутствия Бога. И, конечно, человек не должен был там находиться. Эту проблему прекрасно понимали масореты. И они поставили расставить знаки пунктуации таким образом, чтобы избежать этой ситуации. Но для начала мы должны понимать, кто такие были масореты и что они сделали для библейского текста. Мы знаем о том, что библейский текст, он был неогласованным текстом. То есть в еврейском языке вообще нет гласных или знаков алфавита, которые бы отвечали за гласные звуки. То есть текст состоял только из консонантных знаков, то есть согласных букв. Но приблизительно к 3-4, может быть, 5 веку уже нашей эры, после Рождества Христова, евреи начали забывать свой родной язык. И поэтому группа ученых еврейских, которые сегодня их называют масоретами, они решили огласовать еврейский текст. И тогда они под каждой буквой подписали огласовку или знак, который соответствует той гласной, которую необходимо произносить в том или ином случае. Но кроме того, чтобы написать огласовки, то есть огласовать текст, они также добавили другие знаки, которые помогали петь текст на распев или читать текст на распев. Эти знаки пунктуации получили различные названия. И сегодня я хотел бы, чтобы мы, для того чтобы понять, как масореты ответили на этот вопрос, ознакомились с двумя такими знаками пунктуации. Что сделали масореты? Масореты, каждый текст, какой бы длины он ни был, разделили на две части. И знак, который разделяет текст на две части, они называли Атнах. Сейчас вы видите его на экране. Атнах выглядит почти как перевернутая галочка. Этот знак всегда ставился под строкой и всегда ставился на ударном слоге последнего слова, перед которым они хотели сделать паузу. Как я уже сказал, любой текст всегда делился на две части. Причем эти части не всегда были одинаковыми по длине. Масореты старались поделить скорее текст по смыслу, а не по длине слогов или слов, которые были в той или другой части. Что сделали еще масореты? Каждый пол текста, который теперь образовались, они также делили на две части. И знак, который делил каждую половину текста еще на две части, назывался закеф. Вы сейчас видите этот знак на экране. Он представляет собой что-то похожее на двоеточие, и он всегда ставился над страхой. Как я уже отметил, все эти знаки пунктуации ставились над ударным слогом. Итак, теперь мы можем увидеть текст, как он выглядел со всеми знаками масоретской пунктуации. И я сейчас его прочитаю. Первое царство, или в еврейской Библии, это первое Самуила, третья глава и третий текст. Вот так текст звучит на еврейском языке. А теперь мы сейчас для нашего удобства уберем все огласовки, и вы увидите только текст с двумя знаками. И эти знаки — это «атнах» и «закеф», которые делят, соответственно, текст на части. Или другими словами, это запятые, которые расставили масореты для того, чтобы придать тексту смысл и для того, чтобы он читался более понятным образом. Когда мы видим эти знаки пунктуации, мы сейчас попробуем прочитать этот текст таким образом, каким его видели или как его читали масореты. А масореты сделали следующее. Они вот эту фразу «И Самуил лежал» сделали вводным предложением. И тогда текст можно читать так. «И светильник Божий еще не погас, в то время как Самуил лежал, в храме Господнем, где ковчег Божий». Если вот эту фразу «В то время как Самуил лежал» взять в скобочки, то тогда получится, что это вводное предложение. И смысл происходит следующий. «В то время как Самуил лежал, светильник Божий еще не погас в храме Господнем, там, где ковчег Божий». Таким образом, расставив эти знаки препинания, масореты сделали эту фразу вводным предложением. И получается, что действительно Самуил находился где-то, а в храме светильник Божий еще не погас. Теперь мы видим, что действительно не обязательно, чтобы Самуил на самом деле находился в храме, там, где был ковчег Божий. Возможно, что он лежал совсем в другом месте. И это всего лишь является вводным предложением. К сожалению, сегодня нас разделяет с Богом то, что мы являемся грешными людьми. И мы не можем находиться в присутствии Святого Творца. Но желание Господа заключается в том, чтобы мы приблизились к Его святости. Потому что в Библии очень часто повторяется, «Будьте святы, ибо я свят». И мы знаем, что однажды придет тот момент, когда мы увидим Бога лицом к лицу, и уже ничто не будет разделять нас с Ним. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Покрытую листьями, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Покрытую листью, Субтитры создавал DimaTorzok 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 А также существовала коррупция, связанная с обменом денег. В храме не ходили римские монеты, потому что на римских монетах было изображение кесаря, а вносить изображение кесаря в храм было нельзя. Поэтому сидели миновщики, которые меняли римские деньги на храмовые шекели. И на всем этом кто-то зарабатывал деньги. Иисус Христос выгнал всех продающих и покупающих и сказал, что дом мой наречется домом молитвы для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Интересная деталь, что весь этот рынок находился во дворе храма, вернее, в том месте, которое предназначалось для язычников. И получается так, что если бы язычник хотел прийти в храм и помолиться Богу, то все, что бы он там увидел, это рынок, блеяние овец, мычание животных. И, конечно же, он бы не смог там увидеть славу истинного Бога. Итак, самый главный акцент, который мы видим здесь, это то, что Иисус приходит в храм, но на самом деле храм его не принимает. Храм его не узнает. Евангелист Марк отмечает еще одну очень интересную деталь. Я зачитаю Евангелие от Марка, одиннадцатую главу и одиннадцатый текст. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью». Интересно то, что только евангелист Марк отмечает, что Иисус входит в храм дважды. Один раз он входит в храм вечером, и другой раз он входит в храм утром. И вот этот вечерний вход в храм, он очень важен. Дело в том, что храм когда-то был построен как раз для того, чтобы туда пришел Иисус Христос. И вот этот момент встречи Иисуса и народа, вернее, когда Иисус Христос входит в храм, он должен был быть особенным моментом, когда все должны были встречать Иисуса с радостью. Но, к сожалению, на Иисуса никто не обратил даже внимания. Таким образом, мы можем сделать вывод, что внутренняя история говорит о том, что Иисус пришел в храм, но, к сожалению, храм Иисуса не принял. Но каким образом эта история помогает нам понять историю о засохшем дереве? Об этом мы узнаем после короткого перерыва. Сегодня мы говорим о засохшей смоковнице. Почему Иисус проклял дерево? Ведь еще не время было собирания смок. И мы отмечали, что эта история описана как рассказ в рассказе. И внутренний рассказ говорит об очищении храма. Говорит о том, что Иисус Христос пришел в храм, но, к сожалению, в храме его никто не принял. Более того, в храме его не узнали. Не узнали то, что он является мессией. А теперь давайте обратим внимание на внешнюю историю. И самый главный вопрос, который мы должны задать сейчас, это посмотреть, каким образом эта внешняя история соединяется с внутренней историей. Когда мы говорили о внутренней истории, мы говорили о том, что Иисус Христос пришел в храм. Храм был создан для того, чтобы встретить Иисуса Христа. Но, к сожалению, в храме те люди, которые там находились, они его не приняли. Внешняя история говорит о засохшем дереве. Таким образом, мы можем сделать вывод, что это дерево или история о дереве служит своего рода рассказом-притчей, которая иллюстрирует то, что происходит во внутренней истории, в рассказе об очищении храма. Но для того, чтобы понять эту историю, нам необходимо обратиться к некоторому справочному материалу. Дело в том, что, действительно, смоковница – это особенное дерево, которое не похоже на большинство других деревьев, которые мы знаем. Для того, чтобы понять особенность смоковницы, давайте обратимся к Большой советской энциклопедии. Конечно, эта книга была написана атеистами, но, тем не менее, она достаточно хорошо описывает особенности инжира. Инжир или смоковница или по-другому фиговое дерево растет в субтропическом климате. Я прочитаю всего лишь одну фразу из статьи, которая посвящена этому растению. Инжир – обычно двудомное растение. Для того, чтобы понять, что такое двудомное растение, откроем еще один том Большой советской энциклопедии. Двудомное растение – это растение, у которых мужские тычиночные и женские пестичные цветки или мужские и женские половые органы находятся не на одной особи, а на разных. Другими словами, двудомное растение – это растение, которое имеет мужскую и женскую особь. А инжир или смоковница как раз и является таким растением. Большая советская энциклопедия говорит, большинство деревьев этого вида являются двудомными растениями. Это значит, что, конечно же, не все. Но мы можем предположить, что как раз растение, о котором идет речь в Евангелии от Марка, это дерево, было как раз двудомным деревом. Интересная деталь. Евангелист Матфей отмечает, что растение росло одно, и оно росло при дороге. Это значит, что другого дерева рядом не было. Отсюда мы можем сделать вывод, что это растение, это дерево, оно никогда не смогло бы принести плод, потому что оно росло одно. Таким образом, мы видим, что вся история – это притча. И это дерево символизирует собой храм. В храм пришел Иисус Христос, но храмовая система, которая там была, люди, которые там были, Иисуса Христа не приняли. Если дерево символизирует собой храм, то Иисус, можно сказать, это другое дерево, которое пришел к первому дереву как раз вовремя, потому что Иисус приходит к смоковнице весной. И как раз весной происходит опыление, то есть тот момент, когда происходит зачатие новых плодов. Таким образом, мы видим, что Христос пришел к дереву именно тогда, когда оно должно было его принять и должно было принести плод в свое время. Давайте подумаем, в чем заключается главный урок данной истории. Многие говорят, что урок заключается в том, что мы должны приносить плод. Но на самом деле это не совсем так. Две смоковницы принесут плод в том случае, если мужское и женское дерево стоят вместе. Точно так же и в нашей жизни. Если мы находимся с Иисусом в союзе с Ним, то плод произойдет сам собой. Иисус Христос говорит следующее. Евангелие от Иоанна 15 глава и 4 текст. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Таким образом, главный урок истории заключается в том, что мы должны быть постоянно в тесных отношениях с Иисусом Христом. И тогда плод пребудет в нашей жизни сам собой, естественным образом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова